МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Не рождаются, а становятся. В Чебоксарах чествуют новых почетных граждан города. Здоровая конкуренция. В Чуваши определяли лучшую бригаду скорой помощи. Ловкость рук и никакого мошенничества. Стартовал Международный фестиваль кукольных театров. В преддверии Дня города в столицу Чуваши чествовали почетных граждан и награждали горожан, которые внесли заметный вклад в развитие Чебоксара. Атмосфера единения. В зале собрались те, кто живут в Чебоксарах десятки лет, а кто-то и вовсе с самого рождения. Они сделали для родного города его жителей многое. Лента, знак и удостоверение. Регалии вручают почетным гражданам. В этом году ими стали заслуженный строитель России, внешний консультант компании Дорис Игорь Рощин и чемпион мира по боксу Валерий Львов. Награда, которая свидетельствует о признании большинства, дорогого стоит, подчеркивает Валерий Львов в ответном слове. На счету мастера спорта СССР международного класса по боксу более 200 боев и 50 побед в крупных международных турнирах. Я так горжусь своим городом, вспоминаю всю свою спортивную жизнь. Не зря я боксировал, не зря я защищал честь города, честь своей республики, честь страны. Мы всегда стремились быть лучше и быть первыми, побеждая в Америке, в Германии. Всегда мы думали, что за нас болеют наши земляки. У этих людей богатый опыт и сложившаяся карьера. Игорь Рощин 17 лет возглавлял предприятие Дорис. Кстати, в 1999 году за работу по возрождению исторической части столицы, строительство дамбы и дороги к храму, он был удостоен государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Я практически всю жизнь отдал нашей республике, нашему городу, когда ничего не было и вдруг создается. И когда я приехал в Чебоксар, извините, тут Красовка. Была Красная площадь, это была театральная площадь, а Красная была внизу под водой. И там кроме сараев и нескольких избушек ничего и не было. Вокзал был за городом, а агрегатный завод – это чуть ли не в другой стране. Вот и все это на глазах создавалось. Строительство, медиа, образование, спорт, культура. За каждым решенным вопросом колоссальный труд сотен людей, сотен чебоксарцев, которые каждый день делают наш город лучше. Отличившихся наградили и памятной медалью в честь 550-летия Чебоксар. Среди них и директор программ национального телевидения Чувашии Маргарита Гартфельдер. Ее вклад в развитие столичного информпространства трудно переоценить. Рифат Фадкулин, Павел Еретков, Республика. Пилотажная группа «Стрижи» пришла в гости к ученикам Чувашского кадетского корпуса. Подробнее о встрече Юлия Важенина. Первым делом самолеты. Для пилотажной группы «Стрижи» песни из кинофильма «Небесный тихоход» как девиз. И не только для них. Кадетский корпус в Чебоксарах носит имя Александра Кочетова. Ерой Советского Союза, летчик-истребитель тоже любил эту песню. Кадеты провели для гостей экскурсию, показали кабинет и поделились достижениями. В нашем подписи после уроков мы занимаемся всегда какими-нибудь секциями. У нас самбо, дзюдо, акробатика, гимнастика, аэробика. Мальчики в футбол играют, в баскетбол. Разные мероприятия проходят. Вот недавно мы готовились в июне вместе с младшими классами. У нас седьмой и восьмой класс ездили в Шикородский лагерь. Гвардейцы эти заняли первое место. Первое место привезли вот в Чувашию Кубу, с чем мы прямо гордимся. Несмотря на каникулы, в актовом зале не было свободных мест. Многие ребята хотят стать военными, в том числе и летчиками. И все, что связано с работой пилотажной группы, им очень интересно. Миша Порфирьев мечтает стать летчиком. А вдохновили его стрижи. Выступление пилотажной группы Миша увидел два года назад. С тех пор вопрос выбора профессии решен в пользу неба. У них интересная профессия. Ты летаешь, чувствуешь себя птицей в полете. И, наверное, хорошо видеть, когда все по твоими ногами. Снизу. Пил, это очень здорово, что у тебя уже появилась есть мечта, и ты знаешь, что это будет в жизни. Я хочу тебе посоветовать одно. Это стараться хорошо учиться и заниматься спортом, беречь свое здоровье. Готовить себя к этой непростой профессии военного летчика. И все у тебя обязательно получится. Посмотреть фигуры высшего пилотажа в исполнении стрижей жителей и гостей города смогут два раза. Днем 22 августа во время тренировочных полетов и в завершающий день празднования юбилеем 24 августа. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. При Кадесском корпусе весной будущего года откроется региональный центр по хоккею. Конец мая 2020-го. Такая дата обозначена в контракте. На данное время готовность 65%. Это будет центральный вход. Мы входим в стадион, в каток, который будет находиться. С правой стороны будет у нас пункт проката коньков и раздевалки. Там же будет и оборудование для заточки коньков. Пространство продумано детально, как и вся инфраструктура центра. Комплексных раздевалок пять. От них по коридору выход на ледовую арену. Размером 1200 квадратных метров. К монтажу технического оборудования ледовой площадки строители планируют приступить уже в сентябре. Здесь уложат 26 километров труб. Заканчивается основание. Там почти 20,5 метра насыпь внутри идет. Вот это основание практически сейчас заканчивается, потому что его засыпано. Трамбовать послойно. Но послойная трамбовка уже осталась. Последние 25 сантиметров осталось. И практически все. Начнут укладывать трубки. Трубки – это часть холодильного оборудования. Кстати, от той же питерской фирмы, которая поставляла его для Чебоксара-арена. В сравнении с главной ледовой ареной региональный центр будет меньше. Однако тоже с зрительскими трибунами почти на 300 мест. Его по максимуму будут использовать любительские хоккейные команды Чебоксар в расписании тренировки матчного Чебоксарского сокола детской команды «Адл» по следж-хоккею. Планируется использовать рядом расположение кадетского корпуса, где мы планируем открыть секцию по хоккею для мальчиков и даже для девочек. Здесь также будет еще тренажерный зал. Данный объект будет использоваться жителями района и города Чебоксары. Место расположения для хоккейного центра выбрано как раз с учетом дефицита спорт-объектов в Новоюжном районе. Возводят крытый ледовый каток по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика. В рамках национального проекта школа Олимпийского резерва обеспечит необходимым оборудованием. На эти цели нашей республики выделят более 40 миллионов рублей. В спортивную школу имени Валерия Ярды, где обучают велогонщиков, уже поступили запасные части для велосипедов и комплекты новой формы. Костюмы из современного материала произвели по специальному заказу. Ребята уже почувствовали разницу. Она довольно облегающая, что очень удобно на шоссе. Расцветка довольно красивая. И отличается другой формой, что на велокроссе будет как бы получше, потому что она черная и как бы солнце притягивает. Немалые средства в школе направляют на покупку запчастей. Ремонтировать велосипеды приходится часто. После каждой гонки меняют цепи и шестеренки. В ближайшее время в спортивной школе планируют приобрести и новые спортивные байки для велокросса. Планируем еще закупить велосипед в этом году согласно федерального стандарта. И форму, и запчасти. Ну, надеюсь, что на следующий сезон школа будет обеспечена максимально. Очень даже, кстати, вот этот проект на эти средства. Вот на Спартакеаде выступили. Перед Спартакеадом мы закупили запчасти и форму тоже перед Спартакеадом закупили. Вот в этой форме мы выступили на Спартакеаде, где мы среди 20 регионов заняли третье место. В рамках национального проекта специализированным оборудованием в этом году планируют оснастить пять спортивных школ Олимпийского резерва. Рифат Фаткулин, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Вой сиреной, машина с красными крестами на территории Чебоксарского аэроклуба. К счастью, никакого ЧП не произошло. Там провели межрегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников службы медицины, катастрофы и скорой помощи. Теория уже написана. Впереди этап ралли. Гонка. Водители скорых должны преодолеть эстакаду, проехать змейку, не сбив конусы, развернуться на маленькой площадке и как можно быстрее доставить бригаду до конечной точки, где ждут условные пострадавшие. Представители объединенной команды Новочебоксарской Евгений Семенов и Игорь Алистаров стартуют вторыми. Вместе они прошли через множество экстремальных ситуаций и отмечают. Главное в их работе быть командой. Понимать друг друга с полуслова и когда уже экстренно оказываешь помощь, смотришь на водителя, он уже понимает. Достаточно одного взгляда только. Посмотришь так назад, все понятно. Бортовой номер команды Новочебоксарская 58. с дистанции водитель справляется почти без ошибок. Дальше оказание помощи. Сценарии у каждой команды разные. В данном случае девушка пострадала в серьезном ДТП. Пациент в травматическом шоке с открытым перелом бедра, с раной головы, с раной глазного яблока. За действиями участников следит жюри. По их словам, Новочебоксарск справился хорошо. Однако, одну ошибку ребята все-таки допустили. Маска должна закрывать и нос тоже. Пока одни разбирают ошибки, другие еще перед стартом. Гадают, какой сценарий достанется им. Впрочем, неизвестность дело привычное. Не надо ни к чему готовиться, потому что всегда идешь туда, не зная куда. Вот, могут дать температуру, а там на самом деле совсем не температура. А вот были такие случаи, когда, например, дорога, да, так что трактор не проедет, а вам нужно, вот как? Пешком. Взяли все на себя и понесли. За звание лучших боролись 17 команд из пяти регионов. По итогам трех этапов лучшей стала бригада из Сыктывкара. Но наши новочебоксарцы тоже молодцы. Жители Чувашии приговорили к лишению свободы за совершение преступления террористической направленности. Следственный отдел ФСБ установил, что уроженец Дагестана, проживавший в Чувашии на своей странице в интернете в 2014-2016 годах разместил более ста аудио-видеофайлов, посвященных религиозной тематике и радикального толка с боевыми действиями и участием членов различных террористических организаций. Среди них были и материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности. В марте текущего года обвиняемого задержали на территории города Чебоксара сотрудники ФСБ. Северокавказский окружной военный суд назначил ему два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу. Актеры-кукловоды со всей страны и из-за рубежа покажут спектакли в Чебоксарах. В столице Чуваши открылся фестиваль театров кукол «Карусель сказок». В этом году он в статусе международного окни. К нам приехали коллективы из Германии, Белоруссии, Японии, Кубы и профессионалы-кукольники из 15 регионов России. Как Мэри Поппинс добрые и волшебные. Они словно сошли со страниц ярких детских книг. Актеры-кукольники сегодня запускают «Карусель магии и приключений» в театральном мире Чебоксар. Для юных зрителей Чуваши в течение этой недели покажут почти 30 шоу-программ и спектаклей о добре и зле, дружбе и любви. У меня роль куньше, роль матери, получается. Да, это для меня сложно. Почему? Потому что я еще как бы не почувствовала эти чувства. Для меня это первый фестиваль. Только что сказала, так как я молодая актриса нашего театра. И я сама очень волнуюсь. Но я приехала и с первых дней вот так много эмоций. Так тепло встретили нас. Это очень было приятно. Национальные сказки народов мира будут рассказывать и показывать коллективы из семи стран и 15 регионов России. Старт международному фестивалю дал спектакль мюзикл «Голубка» по произведениям народного поэта Чуваша и Петра Хузангая. Некоторые постановки так же как и это будут представлены на родном языке. Однако обязательно с переводом. Перевод будет, да, оно будет понятно и так. Это спектакль, который рассказывает, как празднуются праздники и какие праздники есть у татарского народа. И вот его на русском не сыграешь, потому что особенности речи, которые непереводимые. Но вот именно на национальном языке понимают, о чем идет речь, а перевести это будет совсем не то. Поэтому мы играем его только на татарском. Спектакль можно будет увидеть на нескольких площадках. На большой и малой сценах театра «Кукол», в зале Института культуры и на Московской набережной. В детских садах и реабилитационном центре представление организуют для особенных детей. Ирина Волкова, Бахтьяр Велиев, Республика. А Чувашский драматический театр готовится к новому 102-му театральному сезону. Он стартует 10 октября. Самая ожидаемая премьера «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. Сейчас труппы театра работают над постановкой. Параллельно к показу готовит спектакль «Что такое счастье» режиссера Натальи Сергеевой. Для маленького зрителя постановка «Как Данила счастье искал». Новый сезон будет насыщенным, ожидается много творческих вечеров. К примеру, в этом году художественный руководитель театра Валерий Яковлев отмечает юбилей. В честь этого события неделю будут показывать лучшие спектакли, поставленные мастером. В новом 2020 году зритель увидит очередную постановку «Раб дьявола». Она получила грантовую поддержку. Сейчас в театре наводят лоск. Ремонтные работы завершат в сентябре. Ровно 85 лет назад в этот день родился народный поэт Чуваший Геннадий Айги. Его стихи переведены на 50 языков мира. Поклонники его творчества живут по всему земному шару и называют себя айгистами. В юбилейный год в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка живописи «Поклон пению». Необычная выставка, где на холсте вместо пейзажа и портретов стихи Геннадия Айги. Это возможность по-новому взглянуть на творчество поэта, когда текст дополняется живописным пространством. Художник Николай Дронников, один из самых близких друзей Айги, написал картины в конце 80-х, начале 90-х годов и подарил коллекцию музею. И вот эти работы, как мне кажется, они очень удачно подчеркивают вот это стремление Айги к авангардному эксперименту со словом. Здесь мы имеем дело не просто, наверное, с визуальной поэзией. Мне бы не хотелось использовать именно этот термин, хотя он более остальных напрашивается, потому что, в общем-то, мы здесь как раз-таки сталкиваемся с попыткой выяснить очень важные вопросы о том, как взаимодействует поэтический текст и визуальное пространство. Это сотворчество поэта Геннадия Николаевича Айги и художника Николая Егоровича Дронникова, оно привело к каким-то поразительным результатам, потому что текст, он не оказывается глощенным живописным полотном. Выставка «Поклон пению» – первый этап в реализации музейного проекта, который в ноябре продолжит экспозиция «Границы образа» поэта и художники Круга Айги. Она будет организована при грантовой поддержке Российского фонда культуры. Такой стала эта среда 21 августа. Я не прощаюсь. После выпуска увидимся в программе «По существу». В преддверии начала учебного года гостем студии стал директор Чувашского учеколлектора.